Когда он был со всем еще младенцем, отец привел его в Джагананхапури, чтобы тот смог получить даршан Чайтани Махаправу. И отец хотел показать своего сына Чайтани Махаправу, чтобы ребенок получил благословение Господа. И, во время даршана, этот младенец ползал по полу, и в какой-то момент он пополз прямо к Чайтани Махаправу. И когда он пополз вплотную, Махаправу поместил свой лотосный палец своей лотосной ноги прямо в рот этому молотенцу. И младенец занялся вот этим. Полностью в блаженстве. Представьте, что вы младенец, и вам в рот попадает палец ноги Господа. Что может быть лучше? Благодаря этому он получил благословение на очень необычные способности в эпистолярном жанре и в речи. Представьте, что Господь своим телом коснется вашего тела. Очевидно, что эта соответствующая часть вашего тела оможествится. В возрасте пяти лет он отправился вместе со своим отцом второй раз на даршар Господа Чайтани в Пури. Когда Махаправу увидел пятилетнего мальчика, обращаясь к нему, он сказал, Пури, повторяй мантру Харе Кришна. Но уста мальчика так и не раскрылись, и он ничего не произнес. Господу известно все, он знал, что происходит, но внешне он пошутил. Господь сказал, надо же, весь мир от соприкосновения со мной начинает воспевать Святое Имя. Все, кроме этого мальчика, он не хочет повторять имя. Но мальчик продолжал молчать. Когда Сварупа Дамодар объяснил, что происходит. Дорогой Господь, объяснил Сварупа, этот мальчик воспринимает эту ситуацию так, что ты сейчас дал ему посвящение в постарении Харе Кришна мантры. А, как известно, не принято на людях демонстрировать ту мантру, в которую ты получил посвящение. Ты никогда не найдешь, что человек, который получил посвящение в тайную мантру Гайетри, будет прилюдно говорить ее и объяснять. Раджарин, он гораздо говорит на любые темы, но стоит попросить его о чем-то серьезном, например, рассказать о Гайетри мантре, он скажет, нет, этого я вам не раскрою. Вот почему он молчит. На следующее утро они вновь пришли на даршан Гауранги Махапрабху, и Господь решил показать ему миру славу своих преданных. Кто-то, кто видел Пури не отвечает на просьбы Господа Чайтани, могли подумать, что мальчик, видимо, недоразвит. И Махапрабху хотел явить всему миру, что на самом деле причина в чем-то другом. И он хотел показать, что тот факт, что некогда он положил свой палец, палец своей ноги в рот этому младенцу, принес потрясающие результаты, ни с чем не сравнимые. И вот Господь обратился к пятилетнему мальчику, Пури, скажи что-нибудь. И тут же на месте, без подготовки, маленький мальчик пяти лет изрек потрясающий стих на санскрите, на очень сложного размера, в котором он сравнивал Господа с голубоватым цветком лилии. И также с жемчужиной. И было так красиво, что все знания, которые были все знаниями в санскрите, были очень хорошими. Этот стих был настолько изящным, что все присутствовавшие там предны, которые в свою очередь были знатоками санскрита и поэтики, в восхищении стали издавать вот такие вот звуки. И так далее, когда Махарпабу уже ушла, И так далее, когда Махарпабу уже оставил этот мир на планете, царь Пури попросил этого предного, о котором мы говорим, чтобы он написал поэму, точнее драму, спектакль, драму, в которой он будет рассказывать о Господе Чайтане. Это произведение было названо Чайтане Чандрадая Натака. И в этом произведении автор, которого в то время уже звали Кави Карнапуром, раскрывает очень глубокий и редко упоминаемый секрет о Шивасе Такоре. И этот секрет о Шивасе Такоре, о Шивасе Пандите, обеспечивает нас к Ему, потому что мы можем понимать, что это возможно, чтобы следить Его пример. И Шивас Такор не даром является лидером всех преданных, в частности нас с вами. Итак, мой язык чешется, он ему не терпится раскрыть вам этот секрет. Стоит это делать? Когда Шивас Такор в молодости, Шивас Такор, хотя он родился в семье Брамина, Он стал привлекать к алкоголю. Он делал много разных вещей, которым не следует подражать. Он стал ровным человеком. Ровным человеком, как человек из губернатора. Ровным человеком. Из губернатора? Нет, не, нет, ровным человеком. Он был очень грубым человеком. Он был грубым человеком, примерно как человек с Кавказских гор. Очень жесткий, очень жесткий. И всегда немного подшофе. Он был боролся с другими людьми. Он был боролся. Он называл их плохие имена. Он обзывал людей. И он... Вы знаете, алкоголь вызывает в человеке дурные качества. И он был около 16 лет. Он видел в его мечте... Не в его мечте, он видел в ночи... И вот однажды ночью ему было видение. Он увидел высокого человека, сияющего, как расплавленное золото. Этот человек обратился к нему. Слушай меня, Шривас! Жить тебе осталось один год. После этого тебя насильственно лишат жизни. Так что будь добр, проживи остатки дней благочестиво. Для того, чтобы избежать величайшего ада. Представьте, что вам объявили, вам остался всего один год. Вы сразу же оставите все глупости, все, что вам не нужно, и сосредоточитесь на самом главном. И Шривас понял, что ему нужно бросить алкоголь, ему нужно прекратить вести такой грубый, неотесаный образ жизни. Он стал смотреть все священные писания в попытках найти тот единый метод или панацею, который поможет ему избавиться от всех проблем своей жизни. И однажды на страницах Брихана Радия Пурана он обнаружил стих, который воодушевил его изменить всю свою жизнь. В этом стихе говорится, что в наш темный век Кали нет иного пути осознания себя и осознания Бога помимо воспевания святых имен Господа. Этот стих стал слоганом для Шриваса. Практически все свое время он стал посвящать воспеванию святого имени, а то время, что оставалось, он уделял отчтению Шримад Бхагаватам. Я думаю, что это очень важно, что он не только посвящал имя святого имени, он также получил полную информацию о человеке, whose name he was chanting from the pages of the Shrima-Bhagavata. На мой взгляд, это очень важный факт. Он не только повторял святого имени, но он также выделял достаточно времени для того, чтобы изучить личность того, чьё имя он повторял. И источником для этого изучения был Шримад Бхагаватам. Помните, сегодня утром я упоминал, что если вы планируете, собираетесь выпустить стрелу из лука, то вам необходимо чётко видеть мишень, цель. Поэтому, когда вы повторяете святого имя, в нашей аналогии, то вы выпускаете стрелу, вы должны знать Кришну, того, кто является целью святого имени. Поэтому, я хочу пожелать всем, чтобы вы не просто чатите, что это хорошо, но вы должны знать о Кришне, и поэтому вы должны регулярно читать скрипту, бхагаватам, из которой бхагава, the supreme personality of Godhead, manifests Himself. Поэтому моя просьба к вам такова, пожалуйста, не ограничивайтесь только повторениями святого имени, но также попытайтесь постичь Кришну, изучающим от Бхагаватам, это священное писание, на страницах которого Господь по своей воле проявляется. Бхагаватам, это представление Кришна.